ребятки всем привет сегодняшнее видео будет вот таком вот формате да я решился прислушаться к совету евгения матвеева и потрясли на камеру своим е как видите сегодняшний наш пациентик это в вайпер шторм написано что полтос но нет это где-то здесь кубов 80 ну точнее 72 куба точно есть и сегодня теме двиг где у нас не будет участвовать а будет участвовать проводка так как у владельца нагло пропал свет в общем как он рассказал он себе ехал и тут куда-то все пропало нету ни дальнего ни ближнего не габаритов но вернее габарит есть только с одной правой стороны заднего габарита не то работает только подсветка приборной панели и все и да кстати вот эта вот штука да она пишет звук потому как у меня нету петлички у меня на камере нету входа для микрофона так что пока что приходится писать вот этим что ж но давайте сейчас попробуем разобраться что здесь пошло не так но и давайте сейчас убедимся что все именно так как я сказал то есть заведем него включим свет и посмотрим что у нас происходит ну и вот работает только свет на приборной панели и один правый габарит вот и все ну и для начала нам придется снять переднюю мордашку не пластик с фарой это порой не так уж легко китайский пластик это вообще девятое чудо мира вот до сих пор должен сниматься пластик так потихоньку по аккуратненько с этим пластиком чтобы нечайно ничего не отломать здесь вообще самореза уже нету придержать чтобы это дело не упало так понял должен быть еще вот здесь саморезик и с другой стороны тоже кстати уже здесь вижу эти светлодиодные ленты кто-то страдал тюнингом хотя навряд ли это владелец взрослый мужик я сомневаюсь чтобы он это делал наверно это его сынок или кто-нибудь помладше это сделал выглядит просто ужасно могу поверить что эта фигня еще до сих пор страдает понял так что что с тобой не так вот и теперь все должно аккуратненько отключим фишку под фары поворотнички так как вы разненько так блин так поскольку мне владелец дал добро уничтожить эти светлодиодные ленты дотянулся я могу сделать он так опа и проблем нету что ж вот так вот у нас выглядит все изнутри да довольно большая фара но ничего такого обещать у нас здесь нету что ж вот так вот у нас выглядит все внутри как видите нет никакого такого срача с этими проводами проводка хорошенько подвязана да это плюс смотрится хорошо и ничего не мешает так же как видите у нас довольно таки интересная релюха реле зарядки вернее похоже смахивает своим разъемом на сузуковскую генератор у нас скорее всего с массой сообщается ну сейчас мы это выясним мне просто интересно сообщается ли он с массой но если свет горит от генератора то да генератор у нас массой сообщается да да еще раз минус и так свет у нас типа все выключено да да обычный генератор и обычная релюшка вот таком вот формате сейчас давайте проверим поступает ли напряжение у нас от генератора есть ли у нас зарядка и идет ли у нас напряжение для света в общем напряжение для света у нас идет или по желтому или по белому уже точно не помню но потом мы сбросим бардашку и посмотрим какой же все таки провод отвечает за габариты и дальний ближний свет ну то есть это один провод но по нему идет напряжение для вот этих вот потребителей что ж заводим мопед ты пишешь? пишешь что ж ну и давайте сначала желтый есть вот видно что он работает от генератора хорошо теперь белый хорошо теперь белый отлично отлично ну и вдобавок давайте посмотрим идет ли у нас зарядка на аккумулятор так выставляем мультиметр на 20 вольт где-то еще минус чтобы было удобнее еще раз заводим и на красный да, зарядка в порядке что ж с реле зарядка у нас все в порядке с проводами которые идут на генератор у нас тоже все в порядке у нас скорее всего я так думаю проблема и в кнопках или где-то вот здесь так вроде бы все открутил точно? нет? нет, не точно еще здесь один балтик вот а теперь точно сраные защелки ну вот в принципе все что нам нужно так и и и и теперь нужно отыскать или желтый или белый провод ну скорее всего я так думаю что у нас должен быть желтый так как напряжение желтого провода у нас сначала включается правым переключателем то есть габарит и дальний ближний свет что первым делом он должен пойти вот именно сюда давайте еще раз проверим идет ли у нас напряжение на желтый провод вот пока что вот здесь пока что ничего не видно но есть да напряжение от желтого провода на переключатель габарита и дальнего ближнего света идет и напряжение на нем есть что теперь этот переключатель отдает напряжение на еще один желтый провод который должен пойти вот где-то сюда или на зеленый это еще нужно выяснить так сейчас мы еще раз проверим кнопку зеленый провод ага по зеленому проводу у нас идет напряжение для дальнего ближнего света это хорошо а вот коричневый у нас включает габариты я так понял так это габарит ну что ж все хорошо с кнопочкой по ходу тоже все равно напряжение зашло переключатель перенаправил напряжение на вот эту вот кнопку кстати вот здесь у нас тоже есть зеленый провод ну что ж надеюсь будет видно вот у нас зеленый провод который идет от переключателя на правой стороне то есть по нему идет напряжение для дальнего ближнего света это у нас видимо дальний это у нас ближний либо это ближний это дальний не стать важно так заводим так контрольку чтобы было видно конечно вот так ну вот зеленый провод есть и включаем правый переключатель до конца вот напряжение для света у нас есть появилось хорошо давайте теперь на розовый провод так на этом проводе ничего переключатель включен так синий провод так же ничего что ж что ж мой кошмар подтвердился это гадская кнопка не работает я там нужно было разбирать весь пластик ну ладно ничего страшного что я разобрал зато будет материал вот вот это вот гадство у нас не работает почему то это вернее не перекидает напряжение с зеленого провода на вот этот вот розовенький и на синий что ж ребят ну вот виновник нашего торжества и короче я решил ее разобрать узнать все таки в чем же проблема что же случилось ну понятно что кнопка не выдержала нагрузки и вот что у нас произошло вот здесь видно что у нас уже контакты внутри плавились и вот здесь видно что все контакты как бы вплавились в пластик и наша перемычка не доставала до них вот так вот и так ну что ж вот мы поставили новую кнопочку и теперь пробуем как видите данный свет уже загорелся это говорит уже о том что скорее всего напряжение на фаре у нас будет но не лишним будет убедиться так ли это оно на самом деле где у нас фишка для фары вон она и да как видите здесь те же самые провода что на нашей кнопочке садись зараза так то есть то есть розовый и синий розовый синий коричневый это у нас габариты зеленый конечно же минус что ж так все выключим заводимся так сначала габарит габарит у нас был и есть так теперь дальний свет допустим синий провод так видимо синий это у нас дальний да синий это у нас дальний а розовый это лишний так сейчас подключим фару ах да здесь еще мне нужно будет поменять лампочку на габарит левую а то она не работает так вот подключили фару так как то временно вот так вот его подержим так на камере ничего не видно через стенку вот так вот постой так держим рукой так и заводим габарит и свет так это бледний да так а это дальний там ближний так правильно дальний так не раз так 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 ну а теперь обязательно нужно посмотреть на лампочку стоп-сигнала и габарита то почему-то я думаю что здесь просто всего-навсего у нас горела на габарит сейчас как говорится посмотрим даже он в режиме ожидания но ничего не слышит мешок же так ну вот наша лампа сейчас не знаю сможем ли мы притянуть но вот видно что нить накала для стоп-сигнала есть а вот это и вот нету ну и вот она перебонькается сгорела ну и конечно же традиционно мы прокатимся на этом шторме посмотрим как же он штормит тихо ну да такой немножко ну короче обычная китайская сарководка двигатель в общем-то как видите здесь ничем выдающим такой таким не может поквасаться ну вроде бы сейчас написано что 70 но где-то 60-65 есть в общем спидом это у нас однозначно врет что насчет рулежки насчет рулежки довольно таки да неплохо рулится норд подвеска насчет подвески передняя подвеска ну как практически на всех китайских трак вот такого плана и непосредственно смягенькая но вот задняя задняя подвеска не знаю такая как будто кто-то вместо этих мартизаторов просто поставил такие дубовые палки и все это вот так вот работает ну не знаю но очень и очень жесткие они зачем было ставить такие жесткие аморты назад я в общем-то не понимаю ведь можно было бы поставить немного помягче это было бы намного лучше нежели вот эти вот клинки ну вот реально так они дубаты что можно что-то отбить или спрясти себе было бы неплохо если бы поставили амортизатор немного помягче владельцу было бы комфортнее и саймблоки крепение амортизатора не так бы сильно разбивало то ну вот видно что с виду он такой в общем-то неплохой 6000 км он вроде бы прошел не знаю правильно неправильно ну в общем-то саймблоки крепления амортизатора уже в хлам как вверх так и вниз но здесь видно что владеет за своей техникой следит а она чистая она не убитая ну за исключением фары ну ничего страшного всякое бывает ну что-то ну на удивление приятная приятная здесь рублёшка вот если бы еще как я ранее говорил аморт у нас был помягче было бы просто супер что ж ну а теперь давайте померяем его максималочку в общем-то разгон у нас будет да вяленький потому как в общем-то масса макведа я не знаю какая масса но ощущение он тяжеловат так ну вот так вот газ пол и держу и жду пока в общем-то могут гониться 70-75 я немножко даже прикруюсь вот так вот типа на спорте я сейчас тут наваляю вот какого хуя ехать по встречке ну по ощущениям ну где-то ну максимум 70 все больше нет а может быть даже и того нету ну ладно не будем дальше его насиловать ну вот ребят на сегодня это все надеюсь это видео будет кому-то полезным даже может быть интересным если да поставьте вот такую вот штуку в принципе это не долго один кик мышки и лайк есть а лайк как вы знаете очень помогает продвижению канала в общем всем спасибо берегите свою технику и всем пока а